бомба просто все да какие туалеты и площадка все вообще надо срочно какое может быть размещение посмотрите какая площадка павел ершов основатель создатель идейный вдохновитель вообще гуру отец быков главный бык главный бык безусловно вот в особенности все что касается наших быков в сфере военно-тактических и спортивно-тактических игр паш можно тогда да безусловно скажи пожалуйста когда случилось у нас случился тот момент ты решил что надо открывать клуб изначально как сколько лет тому назад и получилось я понимаю что назад так это было не первое да конечно расскажи немножечко об истории быков и вообще почему быки ну очень достаточно интересный был момент в подборе в том числе название когда-то давно мой товарищ изучил абсолютно название всех клубов которые бытовали бывали на тот момент были такие популярные названия легион то есть каждом городе горожан да иногда даже два как выяснилось ну в общем он собрал огромную статистику вот и пришел с интересной идеей объяснил что есть такое прекрасное животное которое вроде само является мирным дан если его задеть в общем мало не покажется ну так вот с тех пор мы по этой жизни делимся с тех пор мы выкинем сколько лет назад юридически так возникло ли это еще на уровне что было первым ну первым разумеется было желание было желание играть в пинг-бол как только возникло желание поиграть сразу же примерно возникло и желание почему бы не делать прокат вот соответственно стали приобретать свои оборудование появился первый кредит Самый маленький, небольшой Не ошибаюсь, на 10 комплектов Для масштабирования Совершенно непонятная была схема Но без всякого предпринимательского опыта Без всего остального Методом проб и ошибок Вытянули на то, что есть сейчас О том, что есть сейчас Мы поговорим чуть позже Потому что изучив ваш сайт Посмотрев, сайт клевый Респект тому, кто делал его Можно передать привет Александру Тигуненко Лучший в мире дизайнер Обращайтесь, сделает вам Сейчас его может увидеть У вас много позиций Конечно, нам интересно узнать про все Но наиболее интересно про лазер-тай Когда возникла идея, сколько лет тому назад И как возник он Желание расшириться В том числе, безусловно Самым первым желанием Всегда является предложить Своим замечательным клиентам Которые спрашивают А что у вас есть еще? Что-нибудь еще? Уже позже, наверное, это вылилось В такую, я бы сказал Отдельную группу услуг То есть не назову, что у нас просто Была какая-то обычная игра И все То есть очень много мы над этим работали Очень много над этим думали Появилось еще много интересных проектов Связанных с лазер-тайгом Это первые чемпионаты, первые турниры Вообще мы всегда очень сильно этим болели Именно, наверное, поэтому Самые первые коснулись Всевозможных федераций Потому что мы проводим Эти чемпионаты, турниры Соревнования и прочее На уровне России уже не один год И очень плотно работаем В этом направлении Нашу команду зовут Для проведения подобных соревнований По всей России приглашают И в общем мы до сих пор еще гремя С ими старыми костями Мы ездим, ездим, ездим Пас, ну же старые кости Паш, сколько лет? 33 года уже Мы с тобой ровесники Тогда, извиняюсь, не хотел оскорбить Я к тому, что молодые мы люди По сути дела Это безусловно И про кости рано Сколько лет назад Лазер-тайг стал частью быков? Вошел, так сказать, в колею Нашу полную Ну, наверное, уже почитаю 8 лет 8 лет? Да Почему вышло так, что ты выбрал Лазер-Вар Как производителя? Ну, наверное, я думаю Не секрет, да Что действительно Особенно на тот момент Производителей Как я их называю Производители Любители на коленке Их вообще было просто Тьма тьмущая Каждый старался захватить мир В общем, каждый Я бы даже сказал Клуб даже что-то свое Пытался производить То есть, интересное было время Все объясняли Что они в этом плане Мегагении Понимают абсолютно все Ну, в общем, да Как так и получилось Сравнивая цену И сравнивая качество Всегда мы на чем-то одном Доостанавливаемся У кого-то была цена Такое ощущение Что ты приехал покупать Реальный арсенал Для своей небольшой ЧВК У кого-то наоборот Стоило крайне дешево Но при этом и не работало Я как сейчас помню Этот опыт такой Очень интересный То есть, ты что-то покупал Такое изначально Да я даже скажу Что я с президентом федерации С Вячеславом Мартыновым Приезжал как-то к вам в гости Мы с дирекцией вашей компании В общем-то Смотрели некоторые образцы Это было очень интересно Потому что эти образцы Не удалось в общем-то Включить и запустить в работу Чтобы их протестировать С других компаний? Да Да То есть Мы можем называть Какие фирмы производительные Ну я даже не знаю Они уже есть или нет Ну как бы для меня Их в любом случае нет Даже иногда В приватных каких-то беседах Когда мы с руководством Вашей компании Общаемся Я говорю Вот там Ну давайте Там пример То или то Мы уже там Хотим что-нибудь такое купить Говорят Вот мы скоро Там да Планируем Ну вы пока можете Там вот Других купить Я говорю Мы подождем Я говорю Всегда очень просто То есть Да Ну На самом деле Завести себе оборудование Много ума не надо Давайте положим руку на сердце Думаю Сейчас кредит дадут каждому Купить себе немножечко стволов Всегда стоит вопрос Зачинить Вы их как будете И особенно то Что производят люди Ну То что Иногда включить не удается При их приезде Вот Когда это оборудование приходит Ну Поэтому еще раз говорю То есть Такой шаг Ну Как бы Это не серьезно То есть То что не работает Сразу Или не работает В очень скором времени Которое Не антивандальное Никак не соотносится С прокатом Или на что безумная цена Ну Оно не жизнеспособно Соответственно На рынке и не будет Очень выбор Павловна Лазервар Ну точно так И вы купили Первый ваш Комплект Первая ваша Покупка Сколько И какие тагеры Ну конечно Это были Дестройеры На тот момент Это были Эрейзеры У вас еще есть Рабочие Дестройеры Обязательно Конечно Делаем на них Своевременные Апгрейды Обвесы Вот Все как полагается Но В общем Наверное Из самых старых комплектов Которые Были Наверное Ничего такого Не сохранилось Понятно Уже Вся нутрянка Поменялась Разве что Можно Какие-то старые корпуса Взглянуть Но не более того А исключением Наверное Является До сих пор Храню Это набор Медика Его давно Предлагали Какой-то артефакт Переделать По-моему Он даже Не сопрягается Никак С новым оборудованием Но пускай Стоит На памяти Как напоминает Да Ну Соответственно Что Смотрели Менее Более За модой Обновлялись У нас Так же Как сейчас Понимаете Есть своя Такая Серьезная Потребность То есть На большие Массы Очень много Молодежи На воспитании Соответственно Необходимо Среди них Проводить Соревнования Подготовку И прочее Это мы Сейчас находимся Не в штабе Быков Не на базе Быков У вас Крутая Инфраструктура Мы сейчас Едем на следующий вопрос Мы находимся В штабе Юнармии Точно так Дом Юнармии Партизан Мое рабочее место Вот у нас За стеной Находится Мой маленький Скромный кабинет Которым Я за звездой За звездой Да В которой Приходится Забегать Время от времени Для того Чтобы сделать Какую-то Свою текучку Вот Здесь вот Мы так же Собираемся Постоянно Происходит Серьезно На уровне Города Совещание И прочее И прочее Но Все равно Я бы Очень сильно Не разделял Эти вещи Почему Потому что В свое время Именно Собственно То же То самое Оборудование Клуба Стало той базой Для подготовки Юно-Армейцев Занимается Занимается Прокатом Юно-Армия Это немножко Другое направление Вот давай Поговорим Про клуб Лесная Улица База Да Лесная 5 Безусловно Лесная 5 Этот адрес Хорошо Знает Любители Лазертага В Брянске И не только Что еще Есть у вас Какие у вас Еще есть площадки Ну Если мы Говорим Про лесную 5 Там не одна Площадка То есть Военно-спортивная База С недавних Пор База Это уже Не база Ну то есть Только Одна из частей То есть Наименование Наше полное Парк вооруженных сил Российской Федерации Патриот Города Брянска Да То есть У нас есть Разрешительные документы Наконец Собственно Нам привезли Их не так давно Месяц назад Из Кронштадта Последнее подтверждение Так что Новый год Мы уже стартуем Как большой Серьезный агрегатор Который В том числе Вмещает себя И наш прекрасный клуб Да Безусловно Как же Без коммерческого проката Это вообще Мне кажется Такая лакмусовая полоска Показатель Востребованности И всего остального Ведь если что-то Ты делаешь хорошо То и Ну Не можешь это Например продать Ну значит Наверное Это нехорошо Ты делаешь Согласен Лазатак Это бизнес Ну Конечно По большому счету Я бы не сказал Что это бизнес Там сравнимый С возможным Какими-то Очень высокомаржинальными Вещами Да То есть Хотя сейчас В текущей ситуации Экономической Вообще Трудно о чем-то Говорить Вот Но Да Конечно Это бизнес И часть большого И сам по себе Самостоятельный Безусловно Скажи пожалуйста У тебя Бывают игроки Кто приходит В Лазатак Бизнес С каким-то Прошлым Игроков Страйкбол Пейнтбол Кто-то С военным Прошлым Это все Вообще Максимально Пересекается Конечно Ну Вы знаете Да Что приходят И конечно же Те самые боевики Которые Ну Наверное Замещали порой Где-то Рэмбо Но только Может быть Он об этом Не знает Приходят И серьезные ребята С ними Тоже очень интересно Очень много Военных У нас занимается У нас есть Специально для этого Там Своя программа Переходы То так же Чисты То есть Тот кто занимается Пейнтболом Уходит Страйкбол И наоборот И они все Потом дружно Например Могут перейти В Лазатак И прочее Ну то есть Это живое сообщество Которое постоянно Двигается На тот момент Где интереснее Как бы народ Двигается В таком же русле Скажи пожалуйста Сколько В Беке Единица Тагеров Оружия У Лазатак Да Я понял На самом деле На текущий момент Крайне мало То есть Мы Сейчас за количеством Не гонимся Вот То есть На ходу У нас порядка Семьдесят комплект Всегда За количеством Это прилично Нет Мы на самом деле Как бы покушались Всегда на значительно Более серьезное Просто на текущий момент Является оптимальным Поясню У нас очень огромный Арсенал Который составляет В том числе И Пейнтбол И страйкбол И за всем этим Хозяйством Нужен просто Не просто глаз до глаз А огромный уход Кто у вас ухаживает Просто фантастический Это не один человек Вот один из них Присутствует сегодня здесь И рядышком сидит Титанический труд огромный Это Дмитрий? Да В том числе Он как раз занимается тем Что Протирает Помимо этого Он еще Пинает Целый ряд людей Которые В том числе Тоже должны делать Свои направления Когда ты начинал Ты сам И поподпаивал Ремонтировал Или Безусловно Нет Нет То есть Понимаю Все просто Молекулярно Хотя Не образованно В этой сфере Но Да Починить могу Совершенно любое Оборудование Без всяких проблем Пришлось понимать Да Всегда есть дежурный Какой-то свой комплект То есть Там свои паяльники И прочее Все есть Признаю честно Давно не сажусь Ну вот опять же Там коллеги Не дадут соврать То есть Надо будет Там условно говоря Все пропало Все сломано Но завтра надо То есть Одна ночь впереди Мы все сделаем Я понял Скажи пожалуйста В Брянске На удивление Очень много Вазрата клубов Ну да С населения В 400 тысяч человек 15 клубов Или сколько Ну таких Конкурентоспособных Но около 6-7 так точно Ну 15 Такая цифра Даже интересная Это значит Мы уже давно Наверное не следим Вот я и хотел поговорить Как Тогда давайте Мы оттолкнемся От определения Что для вас Есть Лазарта клуб То есть Как бы Ну прокат Вот где есть Энное количество Тагеров Которые Какое-то Какое-то название И вот Собирают народ Включают Стволы Играют На брошках В лесах Неважно где Ну как бы Предлагают услугу Ну вот у нас Прежде всего Наверное От этого Нужно оттолкнуться То есть Площадка Есть площадка Она должна быть Организованной Да и время Уже такое Которое Это требует Согласитесь Вы же не поедете На какой-то Серьезный корпоратив Ну вот Как профессиональный Ведущий И прочее Если вас зовут На непонятно что Непонятно где Организованная И на вопрос А какова там Будет безопасность И прочее Он скажет М А ну А что А что вы хотите Конечно Да Поэтому Ну вот Назовем пять клубов Пять клубов есть? В нашем В нашем понимании Собственно говоря Ну Есть такое понятие В клубе Да как его Какая-то инфраструктура Собственно говоря Там сами Игровые площадки Которые должны быть Также организованы И прочее То есть Тогда это можно Считать клубом Ну То есть Ничего страшного нет Наверное Это тоже Какой-то Определенного рода Отсев То есть Кто не собирается Серьезно заниматься Он Ну Потом ему И продаваться Проще Да Вот Кто собирается Серьезно заниматься Он понимает Что это Как бы Это не он один Да Это надо Каких-то Привлекать людей Уметь с ними Там общаться В общем-то Организовывать Всю саму работу Ну В общем Это огромное Количество процессов То есть Что тут говорить Вы сами Прекрасно Об этом знаете Я к чему? Сколько бы ни было Это конкуренты? Или Заразники? Ну все Теперь Теперь я вопрос Услышал Ну опять же Смотря наверное Что и для кого То есть Всегда Брянск Он в этом плане Не был простым Ни в каком поле Здесь люди Ну скажем так Немножечко в этом отношении Своеобразно себя ведут Ничего наверное Плохого Тоже в этом не вижу Кто-то дружит Кто-то не дружит Мы наверное Из этой обоймы Давненько подвыпали Ну и наверное Тоже по понятным причинам То есть наши интересы Они слегка более широки Назовем их так Чем нежели Слегка более широки Да Чем Ну просто Да там Охватывать Какое-то Количество населения Оказывать ему Какое-то определенное Количество услуг Поэтому И Рассматривать это Для себя Там в виде Какой-то конкуренции Ну наверное Точно нет Почему Ну вот На днях Как раз Мы с коллегами Общались Прозвучала Такая интересная Фраза А что делать Да В той или иной ситуации Ну если там Опять Собственно Все закроется К примеру Там Или все будет плохо Или будет Ковид-20 Ну мы же можем Всякое предположить В этой жизни Может быть Версия 2.0 Конечно Вот Ну я скажу так Что Мы в любом случае Не будем закрываться Не будете Нет Активный отдых Даже Не Ну я имею ввиду Даже если Это полностью Как бы Перестанет Приносить Какой-либо Доход И прочее Вот Хочется поговорить О цифрах Понимаю Что Когда имеешь Большой клуб У которого Куча направлений Банная дружина Немаловажная Составляющая Беседки Да Вот Если откинуть Все остальные Моменты Понимаю Что это очень сложно Но тем не менее Одним лазертагом Сыт будешь Ну имеется ввиду Это прибыльная история В вашем случае С такой историей С опытом С бэкграундом Или А дело в том Что на самом деле К нам конкретно Данный вопрос Не применим То есть Все закончится Здесь Мы-то не пропадем Вот у нас Под боком Москва Нас туда заберут Сразу С руками Оторвут Вот С точки зрения Здесь на месте Ну Как сказать Если оценивать По себе Да Все равно Это прибыльно Если слушать Что говорят Другие Ну Тогда например Удивляешься Почему они давно Не бросят Это дело Ну Так же Наверное Хочется верить Что Одним своим существованием Мы вот Толкаем других Тоже двигаться Как-то Серьезнее Относиться К своему делу Вот Подталкиваем Их не бросать Наверное Это все Скажи За 8 лет Как бизнесмен Ты совершил Много ошибок В этом В этом деле Вот таком Сложном Как прокатный клуб Я бы сказал Наверное Все возможные Хотя я могу ошибаться Я бы сказал Чудовищное Количество Ошибок Прямо Вообще Все Все Это были Одни ошибки Чем Можно О чем Предостеречь Может быть Людей Может Собирается Открыть Либо Я допустим Уже знаю Людей Которые Открыли Лазер Тарк Клуб Вбухали Огромное Количество Денег Огромное Это Москва Это центральная Но Они Прямо Не Позварятся Вот Только Попали И Выгребают У них Некому Было Посоветовать Может Найдутся Такие Люди Которым Совет Ценен Важен Так Я Сейчас Весь Коллектив Чему Пытаюсь Наставить Они У меня Совет Почему Спрашивают Потому Все Эти Ошибки Я Уже Совершил Сейчас Повернусь Другой Сторон Головы Там Будет Куча Шишек Большев Голова Соответственно Все Набито Единственный Главный Совет Который Я бы Дал Это Слушать В общем-то Своего Здесь Очень важно Не потребителя А гостя Слушать Своих Гостей Которые К вам Приходят И Это Живая С ними Работа Что Я имею Ввиду Есть Такой У меня Случай Моя Практика Была Очень Давно Окончание Строительства Одной Из Площадок Самых Первых Я Вдохновлен Площадка Готова Приезжает Компания И Как Сейчас Помню Необходимо Провести Детский День Рождения В общем-то Вся Компания С ней Рассказывают Долго Она Уже Тоже В Таких Мыслях Как И Я В В Восторге Они Они В Восторге Все Но Там Мама Которая В общем-то Как Является Ключевой Фигурой То есть Будет Заказано Или Нет А Я Еще Этого Не Понимаю Мы Идем С ней Смотрите Какая Площадка Бомба Просто Все На Завтра Уже Подождите Павел Подождите Так Интересно Что там У вас С туалетами Да Какие Туалеты Площадки Все Вообще Надо Срочно Подождите Вы С площадкой Что Там У вас С размещением Какое Может быть Размещение Посмотрите Какая Площадка Я Так Подозреваю Что Под таким Соусом Мне было Задано Наверное С десяток Вопросов На которые У меня Видимо Был Один Ответ Площадка Да Ну Наверное В каком-то Понимании Я ее Построил Для себя А не Для Тех Кто Действительно На ней Потом Будет В основной Массе Играть От Кого Будет Зависеть В том Числе Доход Самого Клуба И Те Люди Которые В нем Работают Вот Как Мы Со своей Командой Когда Это Обсуждаем Кто Платит Нам Зарплату Кто Нам Платит Зарплату Это Ниршов Павел Викторович Зарплату Платит Наш Гость Соответственно Если Мы Работаем Для него То Для него Должно Быть Построено Все Нужно Слушать Его Пожелания Безусловно Нужно Слушать Его Рекомендации Делать Выводы То есть Не сразу Бездумно Бежать Делать Выводы Принимать Соответствующее Решение Самое Важное И главное Если Этого Не Делать Все Успеха Не будет 100% Как Ты Думаешь Бык Успешное Предприятие Ну Раз Мы На Плаву Конечно Да Безусловно 100% Это Сложный Вопрос Но Возможно Посчитать За 8 Лет Инвестиции Которые Вложенные В этот Проект Ну Я бы Сказал Что Это Все На Текущий Момент Геометрическая Прогрессия Каждый Следующий Год Он Требует В 2-3 Раза Вложений Больше Чем Предыдущий Это Разумно Это Нормально То есть Это Такая Точка Роста Мои Коллеги Меня Очень Сильно Поймут Когда Я скажу Например О таких Вещах Как Май Майские Праздники Выпускные И прочее Ну Как Один Из Ярких Примеров Под Которые Необходимо Перестроить Большую Часть Инфраструктуры То есть Ты Хочешь Соответственно Этим Плотно Хорошо Качественно Заниматься При этом Не получать Жалобы Получать Положительные Отзывы Получать Заметит Тоже Очень Интересный Показатель Полностью Занятые Майские Даты Все За Один Год За Один Год Да То есть В этом Году Все Заказано Например На Следующий Вот так Серьезно Да Да Это Есть Показатель Конечно Вот Видите Когда Мы Не Предусматриваем А Должны Серьезные Люди Всякие Пандемии И прочее Вот Я И в этом Случа Новичком Оказался То есть Год У нас Был Расписан Были К этому Разумеется Не Ничего Нельзя Одни Отмены То есть По идее Все Надо было бы Закрываться Там Посыпать голову Пеплом Там Я не знаю Выйти с какой-то Речи К народу И так далее Твоя команда Много ли их Получают ли они Зарплату Либо они Фрилансеры Чудовищное Количество Человек Есть Скажем так Самые близкие Которых Проявлена Максимальная Забота Есть Так сказать Те Кто Действительно Работают Как фрилансеры И получают Часть От Либо же Соответственно По договоренности Оплачивается Просто их труд Это Постоянные Привлекаемые Сотрудники Для каких-то В том числе Даже сезонных Работ То есть На самом деле Огромное количество Людей Просто реально Огромное 30 На текущий момент Да Порядка 30-35 человек Которые Это все Инструкторы Пайщики Паящики Какие Вот Прямо Сферы Загнуть Пальцы Не получится Почему Сейчас тоже Наверное Объясню Задачи у всех Разные Ну конечно У нас есть Инструкторы Конечно У нас есть Руководители Каждый Занимается Непосредственно Своим Направлением Есть Человек Который Смотрит За этим Местом Еще Который Смотрит За тем Самым Парком Базой Там Как у вас Попало Это В сюжет В зависимости Как называть Есть даже Человек Который Присматривает За Крытым Объектом Крытый Объект Да У вас Полигон Крытый Безусловно Это Отдельно От Парка Конечно Он находится Неподалеку Отсюда Это Территория Комарова 37 Рядом Находится Бассейн Досав У нас Прекрасное Четырехэтажное Здание Которое Мы сейчас Полностью Осваиваем Все четырехэтажа Ваш Да Конечно Это Какая-то Заброшка Была Нет У нас Давно Такого Нет Понятия Заброшки То есть У нас Есть Просто К чему Какое-то Внимание Почему-то Не было Приковано Есть Разные Собственники Бывают Вот То есть Мы получили Данное Здание Как раз Таки Для Устройства Центра Военно-тактических Игр Там же Проходят Занятия Наш Прекрасные Юно-армейцы Готовятся Таким Всероссийским Конкурсом Как Первый Отряд Вот Сейчас Мы опять Очередное Глобальное Перестроительство Такое Делаем Там Все Перекраиваем На первом Этаже Перелопачиваем Собираемся Сделать Там Общественно Открытое Пространство С одноименным Названием С тем же Самым Калашников Готовим Три Большие Локации Арсенал Тир И кабинет Михаила Тимофеевича Вот Ну еще раз Говорю В разрезе Именно Современного Пространства То есть Конечно Оно будет Выдержано В неповторимом Нашем Милитаре Стиле То есть Изображением Выше Упомянутого Автора Прекрасного Вот И конструктора Это Соответственно Его Неповторимое Детище Вот Ну это Место Такое Которое Уже Тоже Полюбилось Для Проведения На нем Подобных Сценариев С использованием В том числе И Лазертага И Всякого Разнообразного Дополнительного Оборудования Вот Тестировалось Уже Многократно Ну вот Сейчас Еще раз Мы готовимся К очередному Релизу Павел Два вопроса К завершению Близимся Нашего Интервью Первый вопрос Чего бы ты хотел В Лазертаге Может быть Предложение Желание Можете записывать От компании Лазервар Все Записываем Прямо сейчас Первое Срочно Просто Необходим Комплект Навесного Оборудования В виде Какого-нибудь Тактического Фонарика Вот На базе Там Соответственно Там Новые Призмочки Паралакса И В общем С полным Фаршем Но чтобы он Исключительно Только Навешивался Чтобы его Монтаж Не требовал Например Более 15 Минут Сразу Объясню Своё Желание Мы Занимаемся В том числе И тем Что Обеспечиваем Суббирянскую Область Комплектами ММГ Да То есть Когда Ребятки Они приходят На почетный Караул Участвуют Там В параде И прочее Это все равно Очень надо Но Раз Это становится Возврата Комплектам Они у себя Тренируются К нам Приезжают Полностью Подготовленными И у нас Не просто Соревнования У нас Просто Бой То есть Где Все не на Жизнь А на смерть Награда Максимально Заслужена Все Где у всех Должны Глаза Гореть Павел И последний Вопрос Пускай он может быть Такой Какой-то Очень абстракт Но тем не менее Какое будущее У Латартана Ну Разумеется Как бы Данная Игра Она Войдет В еще Какие-то Более Футуристичные Модели То есть У нас же Самая армия Не стоит Мы съездим На Какие-то Ближайшие Выставки И посмотрим Что Текущая Потребность Она Постоянно Возрастает То есть Я вот Смотрю На новые Модели Концерна Калашникова Я имею в виду На его Новые Разработки И Какие-то У меня Прямо Такие Вспышки Старой Памяти Случаются То есть Они Демонстрируют Например Работу Вот Такой Прекрасной Винтовки Которая Квадрокоптеры Уничтожает На значительном Расстоянии Вот Сделана На базе МР И Что я себе Свой родной Крокодил И что Что-то подобное Уже Там 200 раз Проговаривалось И прочее Конечно Есть опции Которые Например Для Большинства То есть Больше Чем Для 90% Ребят Которые Приходят В прокат Даже Те Кто Приходит Отпраздновать Свой день Рождения Это Наверное Лишнее Ненужное То есть Представьте Себе Двухчасовой Инструктаж Они Приехали На пару часов Поиграть А два часа Надо вести Инструктаж И говорить Что Если Прозвучал Такой Звук То это Это Если Вот Такой То это Это И так Далее То есть Чуть Надо Быть Проще Где Необходимо Отслеживать Понятное Дело В общем То Нахождение На местности Каждого Игрока И местность Это Вполне Реальная То есть Это Не Какая Застройка Которая Мы Привыкли Чтобы Было Куда Спрятаться А Может Так Статься Что В общем То Может И Не Должно Быть Неких Препятствий Например Всякое Может Быть Вот Поэтому В зависимости От того В каком Направлении Мы Сейчас Должны Думать То есть Либо Это Должна Быть Если Это Детская Игра Да Это Своё Направление Понятное Дело Не Далее Ну И Как Раз Наши Футуристичные Войны Когда Максимальный Функционал Должен быть В оборудовании Это Все Оно Сейчас Приходит Сегодня Мы С вами Говорим О какой-то Интеграции Что Я попросил Тубус Какой-то Сделать А Завтра Мы Привезли Это Понятно Завтра Там Уже Это Будет Квадрокоптер Который Будет Летать И В общем Уже Не Будет Совершенно Важно Где-то Находишься Чтобы Им Управлять И Приехать На Эту Игру Уже И Пандемия Вроде Тебе Нипочем То есть Я Конечно Не Писатель Фантаст Но Вы Видите Что Все Развивается Именно Таким Образом Задачи Меняются Если Под Эти Задачи Уметь Вовремя Подстраиваться Ну Все Будет Мега Круто Будет Именно Так Я Желаю Вашему Клубу Вашей Организации Вашему Парку Патриотическому Патриоту Парку Патриот Патриот Патриотический Парк Патриот Парку И Вообще Все Организации Юнармии Вот Чтобы Будущее Было Мега Крутое Вместе С Лазаром Спасибо Павел Принимается Однозначно Благодарю